Слава Богу! Продолжаем тему. Буду говорить о Восточной Церкви. Хочу на этом уроке рассказать, как происходило смешание с язычеством в христианстве. Но рассказывая об этом, мы должны понимать, что Иисус это все предсказывал. То есть Иисус это говорил ученикам в притчах. Помните, Он говорил, что будет на огороде Царства Божьего на поле посажено хорошее семя. Но потом, когда сторожа проспят, то придет враг. И Он посеет плевелы, сорняки. И таким образом Иисус говорил, да, пророчески, что в огороде Царства будет расти много всего. Не только хорошее семя, но и сорняки Божьего. В другой притче Иисус говорил, что не вот Евангелие Царства Божьего не только хорошую рыбу достанет, но и много плохой. Также Он говорил о женщине, которая возьмет закваску и бросит в три меры муки, пока все не вскиснет. С точки зрения греко-римской системы, здесь никакой трагедии нет. Но с точки зрения еврейской системы толкования, здесь большая проблема. Потому что закваска всегда символизирует грех, порог, лукавство. И женщина, бросающая закваску в меры муки, означает именно грех, порог, лукавство, проникшее в тесто, в Царство Божье. И потому первые христиане считали притчу самой страшной о Царстве Божьем. То есть все тело Христа будет в метастазах греха, проклятия, безогония. Но если в первые триста лет это казалось фантастикой и нереальным вообще, то в средние века это стало реальностью. И вот как все происходило? Во-первых, о многобожье. Вы запомнили, да, что на первых двух больших соборах не было многобожья как такового? Но после второго собора Некоторые монахи получали откровение, что молиться можно не только Господу, не только Иисус есть посредник ходатай. Они получали откровение. Кто во сне, кто наяву. Общаясь с духами умерших. Спиритизм является грехом. Бог, строжайший в Библии, запрещает спиритизм. В Тории даже запрещено обращаться к тем, кто занимается подобным. И в Новом Завете также общение с бесами запрещено нам. Апостол Павел писал, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Апостол Павел хотел, чтобы христиане, его современники имели общение с Духом Святым, с Духом Божьим. Если общение с Духом Святым это молитва, общение с Богом, то общение с бесами в чем оно выражается воочию? В спиритизме. Есть светский спиритизм, конечно. Нерелигиозный спиритизм. В разных странах он очень популярный. Но есть религиозный спиритизм. Религиозный спиритизм это обращение верующих к умершим. Обращение к умершим святым, к Матери Иисуса Христа, другим умершим святым. А также и молитва за умерших, допустим. Я молился много за умерших, раньше. До 1996 года, это была моя обычная молитва. Я это делал с удовольствием, потому что я верил в это. Я это делал и в храме, и частно, лично, пред Богом. Я верил, что этими молитвами я могу помочь умершим. Я серьезно в это верил. Но в 1996 я разочаровался в этом. Это тогда произошло, когда Библия вернулась в мою жизнь. Я четко осознал, что я призван как христианин молиться за живых людей. Что я должен молиться за живых людей. А что за умерших есть лишь один образец молитвы, это воскрешение недавно умершего человека. Все. Вот и на первом уроке я свидетельствовал, да? Как впервые, в 2003 году молился за воскрешение умершего человека. Потом были другие случаи воскрешения. Еще более зрелищные. Порой не такие зрелищные. Но каждый раз это было уже стрессом, но не таким сильным, как первый стресс был. Поэтому сложнее пережить первый случай воскрешения. Дальше уже будет проще, намного проще уже. Уже не без нервов. Уже ты не нервничаешь по этому поводу. Уже я ехал поездом несколько лет назад. Умерла проводница нашего вагона. Там две проводницы, одна из них умерла. В начале ей стало плохо очень. По громкой связи оповещали по всем вагонам, чтобы в наш вагон пришли медицинские работники, если они есть. Я не мог понять, что произошло, потому что все вроде нормальные, чувствуют себя хорошо. Оказывается там, где проводницы купе, они закрыли дверь. И там вся проблема была у них. В наш вагон сбежали проводницы, в основном, со всех других вагонов. Может быть, трейн-боркеры. Тейн-боркеры ходили из разных вагонов, из разных вагонов, до того же места, до нашего вагона. Пришел врач. И начальник поезда. Дальше врач констатировал смерть этой женщины. Это было, когда уже я был там уже. Потому что подошли проводницы, и они еле сдерживали, чтобы не плакать. Они старались не пугать пассажиров, не пугать. Но было видно, что они говорят еле сдерживая слезы. Еле. И они подошли и сказали, вы же священнослужитель, вы же священник. Я говорю, да, да, я священник. Я просто, я рясу снял, повесил, но вагоне знали, что я священник. Я люблю в таких дорогах, в пути, рассказывать людям об Иисусе Христе, проповедую, рассказываю. И даже если я рясу просто повешу уже, но знаешь, что священник, и слово за слово начинается беседа. И в каждой поездке кто-то исцеляется, кто-то кается, обращается к Богу. Бывает освобождение от бесов, но редко. Потому что, значит, ну это как бы специфическое такое, специфическое такое. Вот, но бывают и случаи воскрешения в дороге. И я сказал, да, я помолюсь за эту женщину, помолюсь за нее. Они думали, что батюшку позовут, священника позовут, чтобы отходную почитал как бы. Они думали о своем, а я думал о своем. И когда я попал туда, вот где проводники, это отсек, это часть вагона. То с купе проводников вышел врач как раз, ну он еле вытеснулся, потому что там все было залито проводницами. И врач сказал, что все, он уже ничего не может сделать. И он обратился к начальнику поезда, чтобы тот отменил скорую помощь на следующей станции только. И начальник поезда по громкой связи, это там было слышно, что те говорят, что он говорит. И он сказал, чтобы дали отбой реанимационной машине на следующую станцию и вызвали уже труповоз. И в этот момент я понял, это время воскрешения. После уже второго случая воскрешения я уже знал, как это происходит. Внутри подсказка есть уже сразу. Это когда вы молитесь за исцеление больных, через некоторое время у вас есть уже опыт. Уже подсказка сверху есть уже, да? Как правило, возникает. Бывает у кого-то, я не знаю, у кого не бывает. Подсказка, что сейчас будет исцеление. Часто бывает такое, прям, и это сто процентов работы. Это подсказка есть совершенно. Хотя из исцеления молюсь часто и не ощущаю ничего, и не имею подсказки сверху. Просто действую по вере, просто все. Но я люблю, когда вот эта подсказка свыше есть. Тогда ты точно на все сто процентов знаешь, но так оно и будет сейчас. И я знал, что это момент воскрешения. И я знал, что это момент воскрешения. Но все эти женщины, они неверующие. Они плакали на эмоциях, там как бы атмосфера совсем другая. И я протиснулся вперед. Врач оказался за моей спиной. Я был уже перед входом в купе проводников, где лежало тело это. Женщина была страшная, она была такая пепельно-зеленая какая-то, закатившись туда глаза. Отравление было, сильнейшее отравление. Очень неприятное все. И я обратился к женщине, которая им громко сказала, молитесь сейчас за нее. Они начали говорить, мы не умеем молиться, батюшка, мы не умеем молиться. Я сказал, я не помню как, что я сказал, он сказал, что вы можете, можете молиться. Можете молиться. Знаете, как вот Евтушенко писал поэту, в окопах атеистов нет. А в украинском есть красивые пословицы, я в тревоге, так до Бога. Человек, он всегда молит, может любой молиться. Даже если это Маугли, где-то там, в джунглях, он может молиться все равно. Вот, и они стали молиться, повторять. Я говорил, слова они повторяли, они стали плакать, повторять слова эти. И я стал говорить о воскрешении ее. И слегка обернулся. Я смотрел на женщин, они плачут, но повторяют слова эти, повторяют слова. Единственный в этой ситуации врач, он на меня так посмотрел, как на психа. Он специалист, он врач, он как бы, он вышел. Начальник поезда стоял обомлевший вообще. Да, значит, врач как на психа смотрел. Но все женщины повторяли молитву. Они повторяли, соглашались, молились. Представляете? А дальше началось чудо. Женщина задышала, ну, захрипела, задышала. Глаза возвращаться стали обратно сюда, возвращаться. Потом были закатаны, стали возвращаться. Она еще страшная была, но уже не такая сильно темная. Она стала, как бы, вот уже, ну, хорошеть, чуть-чуть, хотя бы. Для человека похожа. Но, в самом деле, вновь, цвета из кожи началась менять. И она началась видеть, как имя человека. Женщины стали еще больше плавать, многие. Начальник поезда стал звонить на станцию снова. И он там уже громко говорит, отбой труповозки, отменяй труповозку, вызывай снова реанимационную машину, короче. Снова скорую помощь вызывают. И оттуда ему, говорят, там слышно, все было очень хорошо слышно. Говорят, да что у вас там происходит вообще? Там недовольный голос такой. То реанимационную, то труповозку, но теперь снова реанимационную. Что у вас там происходит? Ой, кино. Как вспомнят, такие случаи бывают. Поэтому воскрешайте. Сами потом будете радоваться таким примером вообще. Я говорю, это кино. Вам понравится. Поначалу страшно. Поначалу страшный стресс. Потом будет проще. В начале это очень страшно. Но тогда вам понравится. Я скажу вам, что вам понравится. Что получилось? Я посмотрел на врача. Врач на меня не смотрел. Он уже взгляд погубил. Потом просто ушел. А женщины стали переживать. Одна женщина взяла и она достала пачку сигарет, сломала. Сама. Я даже полуслова не говорил ничего. Сама сделала это. Они повторяли слова покаяния. Я смотрел на ту умершую, воскресшую. Она что-то губами повторяла. Не слышно было, но она что-то там губами. Дальше было еще больше чудо. А когда подъезжали уже к станции, то эта женщина стала так хорошо уже. Она уже стала такая слегка беленькая, розовенькая, такая чуть-чуть на желание кожи. И она уже говорила отменять. Я доеду до конца. И обращусь в больницу уже по месту как бы уже там жительства уже. Чтобы не на станции ее ссаживали, чтобы не ссаживали ее. И начальник поездки сказал, хорошо, оставайся, лежи, все до конца. Вот, а вторая тебя... Ну, подмена будет, подмена, короче. Другая проводница за место тебя будет работать. Да, если было еще чудо. Через две станции, проехали еще две станции. Эта проводница уже ходила по вагону, розовенькая, красивенькая, чай разносила людям. Улыбалась так вот. Она отреклась от пьянства. Сама. Я даже слова не говорю, ничего вообще. Она отреклась от глуда. Там такие вещи говорила сама. При людьми говорила, не стеснялась совершенно вообще. Много других случаев есть. Ладно, вернемся в тело. И сегодня больше свидетельствую. Я чувствую, надо вторую неделю быть тоже. Окей. Я тоже спя. Ладно, значит, и как пришли мы к этому собору? К сожалению, главенствующим в то время движением в христианстве стало монашество. Монашество, как таковое, это не христианское явление. Вообще изначально. Это пришло из язычества. Первые монахи это были выход со школ древнего гностицизма. Древнего гностицизма.